Первый пациент, с которого начался новый опыт новорингойских кардиологов, обратился в больницу с тяжелыми нарушениями сердечной деятельности. При норме 60-80 ударов в минуту сердце мужчины делало только 25-26 сокращений. Такое состояние, по словам лечащего врача, могло привести к тяжелым последствиям. При столь слабой работе важнейшего органа организм почти не обеспечивался кислородом. Медики решили немедленно исправить ситуацию. Через небольшой прокол подключичной вены установили временный регулятор ритма. После операции пациент вместе с хирургом отправился в Тюменский кардиоцентр. Мое сопровождение было очень важным, поскольку у данного пациента, тем не менее, так как аппарат, как я уже говорил, временный, зонт электрода жестко не фиксирован в миокарде, он просто может дислоцироваться или как отойти просто электрод от миокарда. И тут могут быть всякие различные осложнения. Тут необходима будет помощь медработника, который знает, что делать в данной ситуации. Временный кардиостимулятор работает ограниченное время, поэтому тюменские доктора сделали еще одну операцию. Теперь сердце пациента будет поддерживать аппарат с большим сроком службы. В течение жизни мужчине придется периодически проверять исправность и заряд электростимулятора. А пока впереди доскональная проверка проходимости сосудов и курс восстановительного лечения. Мы контролируем, как работает стимулятор, как он приживается, и потом спокойно выписываем пациента. Он может лететь, ехать на поезде, на своей машине, за рулем. Это не является противопоказанием. Такие высокотехнологичные операции давно перестали быть редкостью. Для жителей Ямала есть несколько программ, по которым они могут получить такую помощь в Тюмени. Федеральные квоты и государственные контракты. А на случай экстренных ситуаций в округе есть обученные врачи, современное оборудование и небольшой запас временных кардиостимуляторов. Елена Золотилина, Марина Куваева, Тимур Абдрашитов, Роман Демьятов. Время Ямала. Новую рингой. Тюмень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова